Всем привет! Сегодня мы вам покажем новый формат экспресс-обзора новых автомобилей и расскажем про BMW X2 на нетрадиционной платформе с поперечным расположением двигателя и постараемся раскрыть все его недостатки. Итак, встречаем BMW X2! Свой рассказ про BMW X2 начнём с того, что легло в его основу. Речь пойдёт о платформе UKL2 для переднеприводных машин с поперечным расположением двигателя. Так вот, платформа UKL1 появилась в 2014 году и предназначалась для мини третьего поколения, а UKL2 отличается от UKL1 лишь тем, что на её основе можно создавать автомобили с более длинной колёсной базой. Она легла в основу первого компакт-вена BMW 2-й серии, Active Tourer F45, Grand Tourer всех единичек и двоек F-серий. Именно на этой платформе построили X1 2-го и 3-го поколений, F48 и U11. Сюда же относится герой нашего обзора X2, первого и пока единственного поколения и ближайшим родственником всех названных BMW является мини Countryman F60 и Clubman F54. Вот так инженеры BMW разбросали расходы на создание переднеприводной платформы для большого количества автомобилей. О чём же мы сегодня поговорим? Вообще рассказывать о поломках свежих автомобилей дело неблагодарное, потому что новые машины надёжны и систематических поломок не случается. Плюс многие нюансы устраняют по гарантии. Про кнопочки и цвет алькантары мы никогда не рассказывали на этом канале, но вкратце покажем, естественно, салон этого свежего автомобиля. Самые внимательные из вас, наверное, поняли, что из этого обзора можно узнать и сделать вывод о надёжности единичек, двоечек и мини. Итак, поехали! Начнём с моторов. Дизельные версии BMW X2 оснащены либо же трёхцилиндровым двигателем объёмом 1,5B37. А что касается большинства версий, это четырёхцилиндровый двигатель B47. У этих двигателей легкосплавные блоки, цепи ГРМ со стороны маховика, топливная система Bosch, TNVD CP41. Форсунки либо электромагнитные, либо пьезоэлектрические. Пьезоэлектрические на версиях 190 лошадиных сил и 231 лошадиная сила. Версия 25D всегда оснащена двойным наддувом. Там реальные две турбины, а не одна типа «Твинскролл». Также есть двухнаддувные версии. Это 18D и 20D. Они обозначаются как B47D. О них мы далее скажем пару слов. Все моторы B37 и B47 появились в 2014 году, то есть за три года до появления X2. На самом деле в основе мотора B47 лежит двигатель N47. Там очень много похожих деталей по кривошипно-шатунной группе, по приводу ГРМ. А балансиры и распредвалы одинаковые. А B37 – это двигатель, у которого отобрали один цилиндр. Там даже очень похожая схема с балансиром. Там один балансирный вал, который приводится от коленвала косозубой шестерней. У всех версий B37 и B47 во впуске есть вихревые заслонки. Система EGR у этих моторов двухконтурная. Одна трубка отправляет отработавшие газы сразу во впускной коллектор поближе к клапанам. Естественно, через радиатор. Второй контур отправляет газы во впускной тракт перед турбиной и дальше через интеркулер. Поэтому такие моторы будут очень чувствительны к качеству сгорания топлива. Хуже сгорает, больше проблем с частотой впуска, с вихревыми заслонками и их отрывом. Клапан EGR на этих моторах, но для продольной установки, отметился заклиниванием на очень маленьких пробегах, примерно в 50 тысяч километров. Заклинивший в открытом положении клапан EGR едва ли мешал запускаться этим двигателем, но мощность сильно ограничивалась, потому что воздуха во впуске не хватало. Но хуже всего, что безконтрольно поступающие отработавшие газы, горячий во впускной коллектор, его плавили вплоть до образования дыр и даже до возгорания. Наверное, зря мы вас напугали, потому что на моторах B37 и B47 для поперечной установки таких случаев не было. Эти моторы сразу получили улучшенный клапан EGR. А вот на моторах B47 для продольной установки такие чудеса, то есть оплавление пластикового впуска происходит до сих пор. Еще у этих дизелей нет отдельного реле для свечей накаливания. Этот узел перенесен в блок управления двигателем. И еще часто текущий фланец системы охлаждения на моторах N47 убрали. Напомним, он выходит из ГБЦ и находится под впускным коллектором. На моторах B37 и B47 этот фланец другой. Он находится ниже и прикручен к каналу, который выходит из блока цилиндров. Надеемся, что этот фланец на этих моторах будет понадежнее. Мы уже упомянули про моторы B47D. Это еще более глубокое обновление. У этих версий даже коленвал другой. Управляемая помпа, она обвешана вакуумными трубками и электровакуумными клапанами, два термостата. Все детали топливной системы новые, кроме регулятора на ТНВД. В общем, мотор B47D похож на B47 даже меньше, чем N47 похож на первый B47. Такие двигатели в поперечном исполнении появились где-то в 2019 году. Кстати, битурбированный и модернизированный B47 называется B47E. Он больше унифицирован с менее мощным B47D. У него малая турбина, нижняя без геометрии, а более крупная турбина с управляемой геометрией. Все битурбированные B47 имеют развитую вакуумную систему с трубками и электровакуумными клапанами, которые управляют переключением турбин и их геометрией. А вот у первоначального B47 битурбированного турбины имели геометрию с электромеханическими сервоприводами. Там отдельный выпускной коллектор и турбины к нему просто прикручены. В целом же моторы B37 и B47 склонны беспокоить сложной системой экологии. Также ресурс цепей ГРМ не впечатляет. Примерно 150 тысяч километров. Демпферный шкив крутильных колебаний стоит $350 от производителей-заменителей, а цены на оригинал в разы больше. Кстати, есть нарекания в адрес турбина. Они начинали свистеть еще в гарантийный период. Также есть случай деформации лопастей турбин в зимний период. Не поверите, это происходит из-за льда. Однако, тотальных механических поломок с этими двигателями не случается. Они легко пробегают 400 тысяч километров, и речь о капремонте не идет. Про бензиновые моторы BMW тоже расскажем. Тем более, продолжается модульная история. Есть двигатели на три цилиндра, есть на четыре цилиндра объемом 1,5 и 2,0. Соответственно, маркируется B38 и B48. Эти двигатели появились в 2014 году и начали потихонечку заменять турбочетверку N20. Именно они сразу начали ставиться на автомобиле с поперечным расположением двигателя, то есть с передним приводом, вот на этой самой платформе. У этих моторов легкосплавный блок с закрытой рубашкой охлаждения, а на стенки цилиндров нанесено антифрикционное покрытие, которое пока никаких нареканий не вызывает, то есть служит долго. Цепь ГРЭМ находится со стороны маховика, там же находится и цепь на маслонасос. Цепь у мотора B48 служит дольше, чем у N20. Надеемся, что ее придется менять ближе к пробегу в 200 тысяч километров. У B38 и мотора B48 для поперечной установки интеркуллер имеет воздушное охлаждение, то есть установлен перед основным радиатором, тогда как у B48 для продольной установки интеркуллер жидкостным охлаждением и вставлен прямо во впускной коллектор в непосредственной близости перед впускными клапанами. Хотя для тройки G20 сделано исключение, там интеркулер тоже охлаждается воздухом, а не антифризом. Кстати, в таком случае контур охлаждения один, а вот если интеркулер мокрый, то на моторе B48 он охлаждается отдельным контуром с отдельным электронасосом для циркуляции жидкости в нем. Правда, сделан небольшой контур с еще одним небольшим электронасосом для охлаждения турбины после остановки двигателя. Основная помпа системы охлаждения на двигателях B38 и B48 механическая, то есть приводится от ремня навесного оборудования. И механическая помпа гораздо дешевле, чем электрическая, которая устанавливалась на двигателях N20. На двигателях B38 и B48 помпа крепится к двигателю через кронштейн, к которому подсоединены трубки подачи и отвода антифриза. А в продольной версии кронштейн крепится на блок цилиндров и соединен напрямую с рубашкой охлаждения. По системе охлаждения моторов B38 и B48 пока никаких недостатков не выявлено. Но для сравнения скажем, что у моторов B48 для поперечной установки на всех кузовах F-серии лопался патробок от расширительного бачка к ГБЦ. Впрыск топлива, естественно, непосредственный. ТНВД приводится от кулачка выпускного распредвала и качает топливо в общую рампу, которая крепится и как бы накрывает все форсунки. Но пока жалоб на топливную систему двигателей B38 и B48 не было. Любопытная особенность бензиновых двигателей B38 и B48, а также дизелей B37 и B47 – это вакуумный насос, который, как вы думаете, где находится? Правильно, он объединен с маслонасосом, то есть весь этот узел находится в поддоне. Эти комбонасосы пока никаких нареканий не вызывают. На этих моторах и именно на BMW X2 может барахлить клапан вентиляции бака, то есть улавливание паров. Если появится ошибка по системе улавливания паров, то придется клапан поменять. При такой проблеме обычно двигатель начинает дергаться при отпускании педали акселератора, а также начинает дергаться на околохолостых оборотах. Еще замечены случаи неплотного закрытия перепускной заслонки клапана Westgate в горячей части турбокомпрессора. При этом загорается чек-энжин, появляются ошибки по системе регулирования наддува и по электромеханическому актуатору, который открывает и закрывает заслонку. Достаточно присутствия даже минимальной щели под Westgate, чтобы появилась эта ошибка. А вот почему Westgate перестает плотно закрываться? Это вопрос. Возможно, он и его ось перегреваются и деформируются. В любом случае, если есть какие-то неполадки с наддувом, надо Westgate проверить. Еще в зоне риска правая подушка опора двигателя. Оригинальная стоит 180 долларов. Есть заменители, которые дешевле. Уже потихонечку начинает разочаровать демпферный шкив коленвала. Он изнашивается и рвется по демпферу. Демпферный шкив коленвала. Есть уже вторая ревизия. В 2019 году его обновили. Стоимость разочаровывает 600-800 долларов за оригинал, а заменители нет. Автомобили платформы UKL оснащены восьмиступенчатым автоматом от компании Aisin. Это гидромеханический автомат, не преселектив. Это очень популярная трансмиссия. Вы ее встретите и на Lexus, и на Volkswagen, и на Volvo, и на Peugeot, и на Citroёнах. Для этой трансмиссии есть регламент замены масла от 20 до 60 тысяч. У каждого производителя по-разному. Но самое главное, что и Aisin, и BMW, и другие производители отходят от так называемого тренда необслуживаемых АКПП. Для заправки используется АТФ типа Toyota WS. На частичную замену уходит около 7 литров. Эта трансмиссия действительно надежная, и она пока не появляется в специализированных мастерских по ремонту АКПП. В общем, служит долго. Ну и коль уж мы оказались в интерьере, то скажем, что здесь все по-баварски четко, лаконично и очень качественно. И еще у данного автомобиля реальный пробег 118 тысяч 540 километров, что подтверждено всеми сервисными документами. Эта машина приехала из Германии. В последнее время я встречаю очень много педантичных владельцев BMW. Именно свежих BMW, которые относятся к выбору машины и обслуживанию очень осознанно. И на самом деле, сидя в салоне такого автомобиля, это видно и это реально импонирует. Ну а те, кто еще не подписался на наш канал, обязательно подпишитесь. Мы выдаем 6 очень качественных технических видео в месяц. Будете в курсе всего. Подпишитесь, нам это поможет в продвижении канала, и больше людей узнают об автомобилях и об их устройстве. Помимо очень качественных БУ запчастей, в «Автостронге» есть еще новые запчасти и технические жидкости. А также есть еще подразделение «Мотостронг». Мы сами привозим мотоциклы из Европы и продаем байки с минимальными пробегами, в отличном состоянии и с полным пакетом документов. Нужен мотоцикл «Айда в Мотостронг». Ссылочки я оставлю в описании. Ну а сейчас мы поедем на СТО, чтобы подробнее рассказать об этом автомобиле. Ну что, мы на СТО и продолжаем. Из периодически встречающихся неполадок на BMW X2, встречающихся, неполадка, то есть не работает левый задний указатель поворота. Там моргает лампочка накаливания, которая умудряется перегреть патрон. Патрон, соответственно, деформируется и как бы отщелкивает лампочку, то есть контакт теряется. Что с этим делают? Если автомобиль на гарантии, то, естественно, это решается по гарантии. А если гарантия не помогает, то, значит, надо подточить деформированный участок патронодержателя, чтобы вернуть контакт. Еще после осенне-зимнего периода случаются обрывы проводов к «Парктроникам». Провода обрываются прямо вблизи датчиков. Ну а теперь давайте взглянем на переднеприводную платформу BMW снизу. Итак, треугольные рычаги, амортизационные стойки типа «Макферсон», рычаги стальные. Они одинаковые для всех упомянутых ранее моделей – от единичек до «Гранд Турера», от «Клабана» до «Кантримена». Значит, оригинальный рычаг стоит 150 долларов, заменители по 60 долларов. Отдельно продается и меняется задний сайлентблок. Оригинал стоит 130 долларов, заменители по 40 долларов. Втулки переднего стабилизатора отдельно не продаются по оригиналу и заменителей нет. Стойки стабилизатора по оригиналу стоят по 40 долларов, заменители по десятке. Передние пассивные оригинальные амортизаторы продаются по 2000 долларов за штуку, то есть цена зашкаливает. Но хорошо, что есть именитые производители, не оригинала, стоимость заменителя – 300 долларов. Есть еще адаптивные амортизаторы, опциональные, но они продаются только по оригиналу, соответственно стоимость будет просто космическая. Ступичные подшипники по оригиналу – 200 долларов, заменители по 100. Задняя подвеска BMW X2 целиком унифицирована с другими машинами на платформе UKL. Отдельно по оригиналу можно купить целенблок продольного рычага, стоит он всего 30 долларов, а заменители и того дешевле. Вот эти поперечные тяги по оригиналу очень дорогие. Заменители от 30 до 150 долларов, даже сайлентблоки. К ним продаются отдельно. Задние ступичные подшипники по оригиналу – 300 долларов, заменители втрое дешевле. Задние амортизаторы можно купить от 80 до 170 долларов за штуку, а адаптивные можно найти за 350. Переднеприводная платформа BMW не кажется дорогой и сложной. Самое сложное в ней – это двигатели, которые заточены под максимальную эффективность и экологичность. Ну, а вы что думаете по поводу этого автомобиля? И, кстати, понравился ли вам новый формат обзора новых автомобилей? Обязательно напишите об этом в комментариях. На сегодняшний день объективных данных о ломучести X2 нет, но мы постарались максимально рассказать вам о платформе и о механических особенностях, а также проблемах этой машины. Если вам понравился этот обзор, обязательно напишите комментарий, поставьте лайк этому видео, нажмите колокольчик и поделитесь этим видео в соцсетях. Нам это поможет для продвижения канала. И помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».